студия 7 в эфире я максим гуревич здравствуйте ну да это студия 7 но совершенно в необычном месте мы сегодня здесь это мастерская андрея поздеева это возможно сердце красноярска на самом деле как я иногда думаю 95 лет исполнилось бы андрею геннадичу 27 сентября поэтому мы здесь нас здесь встречает валерия гурьянова лера спасибо вам большое руководитель регионального фонда андрея поздеева и мы сегодня будем говорить о его творчестве его жизни а вот этом образе об этом духе который существует обитает в этом месте неудобно я сижу спиной к картине андрея геннадича которая была последняя в его истории и здесь же закончилась его жизнь вы помните как это было все эти последние не знаю дни да я помню это было очень печально это было в середине лета стояла жара и все так вот закончилась последние слова почти его были положите собой со мной лист бумаги и карандаш а картина которой вы говорили она была написана почти за две недели того его ухода к сожалению так все закончилось глаз глаза заблестели от слез мне кажется да конечно я до тех пор вспоминаю это все с таким сожалению с таким с такой печалью мне кажется вот даже после ухода андрей геннадич какой-то путь особенный проделал для города для сибири наверное то есть он вот стал ну знаковой фигурой мы его картины теперь ну как бы массово знаю вы знаете это был человек который вот редкое такое качество у человека было редкое он был полностью посвящен живописи он был полностью посвящен своему делу он не не писал картины на заказ для того чтобы были деньги он не поступал со своими принципами в живописи в творчестве чтобы каким-то образом заработать или понравится кому-то он не писал для кого-то по требованию кого-то он все это делал по просьбе нет невозможно было его попросить невозможно я вот вам говорю что это было совершенно чистое служение искусству с абсолютно чистое он прекрасно отдавал себе отчеты когда он спрашивал себя и задавал вслух такой вопрос кому это надо после того как очередной очередные картины не отправились на выставку потому что они не соответствовали теме этой выставке и он спрашивал кому это надо кто это увидит и отвечал честно себе на вопрос это мне надо это я увижу я это сделал я должен был это сделать и я это сделал ну вот получается что он тогда видел будущее потому что теперь же это надо может быть мир поменялся но очевидно мир поменялся да но просто когда работа художника появляется на фасаде на текстиле с одной стороны можно сказать что он как бы удешевляется с другой стороны нет это ну это окружает теперь людей здесь это является символом я думаю что это настолько красиво и настолько прекрасно что и когда в нашем городе в котором 9 месяцев зима кругом серость и кругом белый снег такие красивые яркие пятна такие красивые яркие фасады я думаю что они украшают нашу жизнь и кажется очень важно упомянуть что ведь такие изображения не могут появиться без участия вашего фонда без согласования да потому что авторские права принадлежат фонду это наследие но его нельзя хорошо его распространять но его нельзя же разбазарить так дело нашего фонда основная задача нашего фонда это популяризация творчества мы эту задачу выполняем разными способами мы делаем выставки мы делаем альбомы сдаем альбом и сохраняем наследие сохраняем мастерскую поздива ну и и весь этот процесс конечно он сопровождается либо сувенирными изделиями потому что человек придя на выставку и восхитившись этими картинами хочет унести кусочек какое-то напоминание об этой выставке с собой и этим кусочком и является этот сувенир маленькое изображение картины на которой человеку каждый день приятно смотреть но и таким же я думаю напоминанием и такой же отдачей является и фасады как вы говорите ну вот например а фасады вообще домов и уличные изображения мы стараемся делать в очень хорошем качестве высоком качестве я кстати слышал что подделать картины андрея поздива невозможно или очень сложно во всяком случае из особого состава красок это какая-то очередная там легенда миф или на самом деле я думаю что подделать картины поздива хотя подделок сейчас последнее время очень много душно это очень большой очень большой рынок подделок и приобрести по то есть прямо продают как картины просто стилизация не просто стилизация их продают как поздива вот подделать картины и написать под поздива под его кажущуюся простоту невероятно сложно потому что он к этой простоте пришел очень долгим путем путем своей жизни путем отдачи своей жизни искусству поиском удачам неудачам находкам потерям и поэтому я вот просила одного художника сделать на заказ копию картины поздива официальную просто официальную копию папа подписанная что это сделано таким-то художником копия с картины поздива художник мучился около месяца наверное потом пришел и сказал лера слушай чуя не могу очень простая картина он говорит этот черный фон он мне никак не дается я все написал я все расчертил я посмотрел как у него проложен мазок я я сделал все абсолютно тоже то же самое она не она не состоялась эта картина то есть вы понимаете вот эту энергетику которую вплетал в свои холсты и художник передать ее повторить ее невозможно но это правда какая-то фантастика вот простота и в то же самое время невозможность повторить мне кажется вот и памятник который стоит в самом центре города прямо на тротуаре прямо ну подчас в толчье людей это тоже уникальная история давайте была такая задумка поздив живет среди нас кстати говоря переулок который его все называют поздивский хотя официально назван переулок андрея поздива в этом году в этом за пятилетие до после того как там сделали небольшую реконструкцию подправили задний план что называется там и сзади на фасаде дома изображена картина но я знаю что что ну но некоторым очень важным в истории андрей иначе людям этот памятник его местоположение не очень по душе вы знаете прошло уже очень много времени памятник стоит больше двадцати лет и как-то уже все прижилось и памятник хорошо стоит единственное что конечно раздражает когда горожане придумали такую такое поверье тереть ему нос но это же есть вот да может быть как сказать царапает немножко сердце наверное вам но это означает что с ним взаимодействует сотни тысячи ранее они прикасаются к нему не знаю что-то хорошее мне кажется фотографируется с ним приносят ему цветы на день рождения там на день города я думаю что это хорошо как думаете ему хотелось бы вот такой памятник не знаю не могу сказать не могу сказать он был очень сложным человеком при его внешней внешней доброжелательности он имел очень твердый характер он не был таким как кисейная барышня у него был был была за плечами война у него были за плечами многие очень сложные болезни и он преодолевал это все и живопись творчество ему в этом помогало я думаю человек который прошел войну он радовался этой жизни и он говорил это чудо его любимое слово было чудо это чудо даже посмотри это жизнь это чудо он и когда разговаривал с детьми которые приходили на экскурсии он так ему говорил ребята рисуйте смотрите какое чудесное вокруг вас какой чудесный вокруг вас мир есть и он я не знаю ученики последователи которые занимают творчеством в этом направлении занимается или это такой самородок который вот зажегся есть подражатели учеников школу по сути дела он и не стремился создавать ее и нет ну просто у разных людей разная судьба кто-то работает чтобы создать школу а кто-то чтобы чтобы творить сгореть это его единственная задача была а вы ученица нет нет я ученица его мы в то время жены а теперь вдовы валентина михайловна поздиевой она была учительница литературы и русского языка у меня в школе но вы очень тесно общались да почему так получилось потому что валентина михайловна очень теплый очень душевный человек когда она пришла к нам учительницы работать я в то время увлекалась и живописью изобразительным искусством и особенно литературой я очень много читала в то время вот и мне было интересно с ней обсуждать то или иное литературное произведение которое не входило в программу в школьную программу и мы с ней вот таким вот образом и сдружились я к ней стала приходить в гости но потом так вот и осталась в гостях но это по сути немного ваш дом теперь получается вы же одна из двух хозяек вы и валентина михайловна валентина михайловна и я валентина михайловна каково это вот каждый день видеть эти ну удивительные работы это чудо это чудо это радость это восторг подъем в душе за окном может быть все что угодно а приходя сюда в мастерской и видео тигра лошадь и цветы и любые другие картины это замечательно что вы думаете с этим будет через 10 через 20 через там не знаю 50 лет я надеюсь что так воно все и останется я бы очень хотела мы уже давно сохраняем эту мастерскую и мне страшно подумать если ее не станет я не знаю мне кажется разрушится память о поздеве мне кажется что то есть эти работы должны храниться в мастерской это мастерская должна сохраниться вместе с его работа следующий показ где вы планируете провести выставку есть какие-то планы наверное на какое-то длительное время в 90 вот в девяносто пятилетие мы пандемия сделала свое дело и осложнила вообще подготовку и вообще и проведение тоже поэтому мы решили что мы сосредоточимся на столетии на празднование столетий через пять лет вот и с этой целью мы написали заявление в музей в русский музей в зале бенуа совместно с траве нас нашим краевым изобразительного искусства имени сурикова написали заявление в русский музей так что я надеюсь что в русском музее у нас состоится большая юбилейная выставка очень интересно мне кажется туда надо будет съездить даже если вы видели эти работы здесь до посмотреть их вот в таком окружении работы можно работы позднее вам можно смотреть бесконечно потому что каждая выставка она уникальна каждая выставка нету двух выставок которые повторяли бы друг друга за счет чего почему потому что разное раздранство разное расположение картину я уж не буду говорить развеска разное расположение картин и вот это вот расположение кардин она создает разную атмосферу и кроме того вы приходите на выставку допустим когда вам 35 лет а потом вы приходите на выставку когда вам 40 лет и вы уже смотрите с разными глазами ну вот до начала для этого интервью под камеру мы разговаривали свои и например вот эти работы они в свое время считались ну как сказать опасными для художника сейчас глядя на них мы этого все представить не можем что опасно было рисовать вот такого веселого тигра а это тлетворное влияние запада ли что-то в этом роде до подражать подражание не социализм и это уже было на грани да это это грозило уже многими неприятностями ну так неприятностями скажем из-за этих картин можно было лишиться членство в союзе художников например это значит что у вас не было бы мастерской где вы могли бы работать не было бы красок не было бы материалов никаких которыми бы вы могли работать вы бы не участвовали ни в какой выставке то есть вашего имени не было бы вообще среди художников этого мало вашей вашего творчества бы не было были конечно такие художники которые работали в подвалах писали на матросовке на на раскладушках например расписывали раскладушки и теперь это произведение искусства но но это очень сложно это очень сложно это очень сложно ну вот и твердость характера андрея геннадьевича получается да то есть одной стороны какой-то вот его светлая связь с контекстом мирового искусства живописного да и он оказался ну просто на острие один из немногих из соотечественников потому что до находясь за занавесом как-то пробиться лучами света сквозь него наверное было непросто и в то же самое время противостоять какой-то ну традиции так скажем и найти свой путь очень очень много людей все-таки мне кажется сделали вклад в то чтобы его искусство стало мы его приняли узнали и раз показали чтобы она распространилась чтобы получила какую-то особенную ценность да конечно это не труд одного человека это безусловно это большой коллектив почитателей его творчества друзей которые до сих пор с нами конечно но вот эта история как приехал специалист разбирающийся в искусстве но правда больше в балете чем в художественном изобразительном да расскажите немножко проект был такой замечательный человек николай григорьевич ткаченко он был специалистом по японскому языку и он был медальером то есть он изготавливал медали небольшие знаки медали шага он бы он все-таки был художником конечно вот и совершенно случайно экскурсию которую водили по мастерским художникам привели мастерскую позди его и с этого момента началась их долгая очень плодотворная жизнь он очень конечно много сделал для позди его он сделал несколько альбомов он познакомил москвичей с его творчеством он сделал просто невозможное я не знаю и по тем временам и по этим временам он сделал выставку в третяковской галереи на крымском валу огромную персональную выставку вся москва приходила на эту выставку разные люди я сама ездила туда посмотреть народу было очень много на этой выставке прямо замечательно он делал выставку в русском музее в мраморном зале мраморном дворце и был вообще очень большой получается на таком серьезном уровне на высоком вложении в и в имя андрея позди его и если бы не там мастерская возбуждить было бы было здесь может быть конечно да ну наверное бы картины так бы и остались но он задал планку популяризации высокую планку качество качество популяризации и он задал вектор в котором мы должны все работать люди мне кажется ну как сказать в большинстве просто мы вот не специалисты просто люди вот мы живем своей жизнью мы если нам кто-то не скажет что там кто-то не сказал потому что суриков это велики мы просто не знали бы проект просто этого бы мы не знали а когда мы знаем у нас сразу плечи как-то земляк а теперь ну не только суриков у нас есть поздеев и посмотрите они такие разные один вот такой сибирский другой такой солнечный совсем разные вещи мне кажется мало таких историй в красноярске должно быть да я думаю надо просто об этих историях больше рассказывать я думаю что они существуют но о них нужно рассказывать больше почему почему картины с цветами очень часто воспринимается как ну такой вот символ прям творчество андрея поздива нет такого впечатления ну почему же есть такое впечатление многие люди об этом говорят ну и воспринимают и выставки с карте картин с цветами тоже конечно воспринимается очень хорошо цветы он писал с натуры у него была такая манера обычно уж вот на этом столе не а ты на этом стал вот на этом столе вот на этом столе тоже прям вот здесь да под скатерти от скатерть было все таки сверху есть картины прямо с вот именно с этим столом он вообще использовал обстановку в мастерской он часто писал например интерьер мастерской своей говорили что к нему приходит много друзей приходи до к нему приходили друзья знакомые к нему можно было вообще просто позвонить вот например часто делали так здравствуйте я такой то хочу с вами познакомиться могу я прийти к вам мастерскую и андрей геннадьевич как радушный хозяин приглашал угощал медом он очень любил мед и бруснику угощал медом брусника и если валентина михайловна пекла какие-то печенюшки по его просьбе то еще и этими печенюшка я вот кстати значит и это все печенюшки это все здесь делалось это все в основном мастерской когда приходили гости к андрею геннадьевичу гости приходили в мастерскую когда я приходила я обычно приходила к валентине михайловне потому что дружба у меня в основном было с ней а он вас как называл валера валера ну логично валера где-то а вы себя находили на этих картинах где-то вы есть но я позировала ему вам понравилось результатом вы были довольны людям же часто трудно со стороны на себя смотрел это не совсем был мой портрет вот именно вот прям портретное сходство это в общем-то была картина поэтому мне конечно она понравилась валерия это вам спасибо а это пожалуйста передайте валентине михайлов да вот задавайте прошу большим удовольствием он очень любил розы он писал астры георгины гладиолусы все сочные все сочные все красивые не очень любил лилии не очень любил но писал мне кажется просто мы должны быть благодарны андрею геннадьевичу за то что он в нашу жизнь привнес очень много ярких красок мне кажется просто найти в себе силы чтобы подарить краски вот миру в такой в таком обилии в таком разнообразии это конечно только гении могут такое быть и фактически мы современники ну вы его трогали видели выпили с ним чай он писал с вас картин большое спасибо можно сказать что я живу экспонат в этой мастерской здесь все экспонаты но это но это очень живая часть истории города истории мирового художественного изобразительного искусства студия 7 на сегодня заканчивается в этом прекрасным изумительным наполнен светом месте я максим гуреев желаю вам побольше красок в жизни